Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Год назад я рассказывал о том, что в Госдуму готовится внести законопроект, которым предполагается расширение действия полисов ОСАГО. Речь идет о ситуациях, когда транспортные средства получают ущерб от действий либо бездействия различных органов власти, коммунальных и дорожных служб. Говоря проще, если на автомобиль упало какое-то дерево, упала сосулька там, прилетела какая-то глыба снега с крыши, либо автомобиль пострадал при проезде по каким-то ямам и ухабам. На сегодняшний день стандартный полис ОСАГО от таких рисков не защищает, он страхует только гражданскую ответственность водителя перед третьими лицами. То есть он нужен для того, чтобы в случае, если вы станете виновником ДТП, пострадавшая сторона получала выплату не из вашего кармана, а от страховой компании. Инициатором данных поправок являлся небезызвестный среди автомобилистов депутат партии ЛДПР Ярослав Нилов. Эту инициативу он анонсировал еще зимой 2023 года, но в итоге по факту в Госдуму она была внесена только буквально под Новый год 25 декабря 2023 года. Согласно тексту закона проекта, действующую редакцию закона об ОСАГО предлагается дополнить новой статьей под названием 18.1 «Осуществление страхового возмещения пострадавшему вреда, причиненного в результате незаконных действий, бездействия государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автомобильных дорог и организации коммунального комплекса». Данная новая статья содержит в себе 4 части. Согласно поправкам, в случае их принятия водители получат право писать заявление и получать выплаты в случае, если автомобиль получил повреждение либо пострадал человек из-за действия или бездействия перечисленных органов власти, коммунальных служб и так далее. Помимо этого, текстом закона проекта предполагается, что в такой ситуации будет обязательно проводиться независимая техническая экспертиза, которая, во-первых, должна подтвердить причинно-следственную связь между полученными повреждениями и их виновником, во-вторых, оценить реальную стоимость ущерба. Соответственно, далее предполагается, что страховая компания будет либо направлять транспортные средства на СТО на ремонт, либо выплачивать соответствующую сумму ущерба деньгами пострадавшему автовладельцу. Далее, согласно части 4 этой новой проектируемой статьи, страховая компания, выплатив либо ущерб, либо направив на ремонт автовладельца, далее уже в порядке регресса эту сумму ущерба будет взыскивать с той организации, которая была признана виновником. То есть это либо какие-то местные органы власти, исполком, либо коммунальщики, либо дорожники. Автомобили часто повреждаются из-за недовлетворительного состояния дорожного покрытия, ям и выбоин, неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных во время гнилых деревьев. Согласно сложившейся практике, даже в случае признания указанными органами и организациями своей вины, причинения вреда жизни, здоровью или имуществу, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них подчиненного вреда в судебном порядке. Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев. А судебный спор не заканчивается судебным решением. Судебное решение еще подлежит исполнить, и довольно часто в принудительном порядке. И само исполнительное производство может затянуться на годы. Многие автовладельцы в результате отказываются от защиты своих прав на возмещении причиненного вреда, что порождает среди них социальную напряженность и недоверие к органам власти. Полагаем, что в целях дополнительной защиты застрахованных владельцев транспортных средств в таких конфликтных ситуациях целесообразно использовать отлаженный механизм возмещения вреда по полису ОСАГО. Говорится в пояснительной записке этого законопроекта. Вода камень точит. Четыре года назад нашу инициативу о сокращении действия полиса ОСАГО Центробанк не поддерживал, но недавно закон был принят, в том числе благодаря вашей поддержке. Скажите, пожалуйста, как потенциальный член Совета директоров, как вы будете относиться к нашим предложениям в дальнейшем? Предлагаем расширить возможности ОСАГО для того, чтобы собственник мог получать компенсацию в случае, если транспортное средство было повреждено из-за коммунальных служб, ремонтных служб, которые бросают мусор на дороге, с последующей компенсацией страховым компаниям? Ярослав Евгеньевич, спасибо большое. Относительно компенсации собственника тоже вопрос не новый. Здесь очень важно, чтобы и потребитель оперативно получал страховую выплату, но и страховые компании могли без проволочек получать по регрессу компенсацию. Сегодня это возможно только в судебном усложненном порядке. Спасибо. Как я уже сказал в начале видео, 25 декабря 2023 года документ был внесен на рассмотрение Госдумы. На следующий день, 26 декабря, его направили для изучения и рассмотрения в профильный комитет. Это комитет Госдумы по финансовому рынку. Соответственно, теперь данные поправки готовятся к рассмотрению Госдумы в первом чтении. В случае их принятия и подписания, согласно тексту документа, поправки заработают со дня официальной публикации, подписанного президентом закона. А если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видео. Там на одной странице вы сможете сравнить предложения от большинства страховых компаний, выбрав наиболее выгодный именно для вас и вашего автомобиля вариант. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу, как относитесь к этой инициативе депутатов, свои мнения вы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!